Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк Первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей Чтобы понять обстановку, в которой было принято решение о прославлении новомучеников Надо учесть, что зарубежная церковь всегда видела себя как неотъемлемую часть Единой Русской Церкви Поэтому наши отцы десятилетиями избегали любое движение, любое высказывание Которое могло бы набросить как малейшую тень на это единство Поэтому мы сохранили и богослужебный устав, церковно-славянский язык Все обычаи Русской Церкви как только могли И по этой причине, хотя с 30-х годов народ требовал прославления новомучеников Наша Церковь не приступала к этому Поворотный пункт наступает в 64-м году Был выбран новый первый иерарх, третий по очереди, следующий за митрополитом Анастасием Митрополит Анастасий очень твердо стоял на позиции, что мы ничего не смеем делать без согласия всей полноты Русской Церкви Митрополит Анастасий молодым епископом был участником собора 18-19 года Он был очень к этой памяти привязан и не допускал никакого движения в этом отношении Однако голос народа усиливался Мы наконец должны прославить тех святых, о которых мы знаем на Руси Итак, с выбором нового митрополита в 64-м году приступили к первому такому событию Это было прославление святого Иоанна Кронштадтского Несколько фраз из послания собора того года показывают, как это было оправдано В послании собора говорится, что в страшное и трудное время всем нам необходимо обновиться и укрепиться духом отца Иоанна Свыше десяти лет не только изменились условия жизни на русской земле, но и усилились там преследования Христовой Церкви Посему ныне наступило крайнее время, когда нам надлежит обратиться к небесной помощи и к молитвенному предсательству всего угодника Божия Который воистину был для русского народа пастырем добрым, полагавшим душу свою за люди своя И дальше говорится Так бывало и в Древней Церкви, когда часть Церкви, отделенная тем или иными обстоятельствами от всей Церкви, прославляла своих чтимых угодников Божьих И заканчивается Пусть все великое святое дело будет для всех нас источником духовного обновления Пусть в сердцах наших вновь воссияют заветы Святой Руси Пусть жительствует у нас христианство как могущественная духовная сила Так был сделан первый шаг Последовало несколько дальнейших прославлений до святых новомучеников Они были прославлены в 1981 году после очень серьезных премий Как в архипастерской среде, так и в народе Часть народа требовала немедленного прославления Другие не желали этого, считали, что это преждевременно Или считали, что особенно царская семья Об этом были самые жестокие споры Не подлежит прославлению Однако в 1981 году явно время созрело И в одной из статей К прославлению святых новомучеников Автор пишет, один из архиереев того времени Всегда будут уклоняющиеся, сомневающиеся, отвергающие Тем более, что наших святых ненавидят тайные злые силы, действующие в мире А наша зарубежная церковь в силу указа Патриарха Тихона и Синода и высшего церковного управления При нем является законной полноправной частью русской церкви И из недр затравленного, задавленного русского народа доходит о нас И письменно и устно достаточно многочисленные выражения Одобрения по решению нашей церкви Чтобы считать это решением Выражением убеждения Не только зарубежных изгранников Но и подъяремных русских людей Приступая к прославлению Я могу свидетельствовать об этом Я был самым молодым епископом в то время Действительно, до последней ночи Не только составляли богослужения Но гораздо больше бегали из одной келли в другую Между архиереями Чтобы договориться о том Как, на каком месте будет стоять царская семья Настолько велики были эти споры Но в молитве, которая читалась перед началом этого собора Мы слышим следующие слова Господи Иисус Христе Божий наш Прими усердное моление наше И благослови благое намерение И дело рабов Твоих собора Архиереев Русской Православной Церкви За границей Ежи без препятия Ко славе Твоей совершите Дело соборному благопоспеши Яко венец дела сего Прославление новомучеников Исповедников российских Силой Пресвятаго Твоего Духа Спешно произвести сотвори Во ежебыти им молитвенником За Ной и за Род наш Ежемиловатый и Спасательный Божий наш И так далее В послании или сообщении собора Говорится дальше Поскольку главной темой собора Является прославление новомучеников российских Собор вскоре же приступит К рассмотрению списков мучеников Выделяя из них Именно тех, о ком имеются Достоверные сведения Некоторых вычеркивая А некоторых отлагая До выяснения Списки эти очень большие И потому рассмотрение их Занимает много времени В том же духе работали Как об этом только что сказал Отец Владислав Однако надо учитывать Что за границей мы не имели Никакого доступа До архивов Или даже других сведений Многое, многое Что мы имели Было построено на статьях В советской Антицерковной прессе 20-30-х годов О именах новомучеников Постановили Прослушав предложенный Собору список Новомучеников Исповедников Российских Мы с умилением Лабезаем их Общий подвиг Теперь Собор считает Необходимым Поручить особой комиссии Проверить И отредактировать Этот список И представить его На утверждение Собора Собор в одном Из следующих заседаний Полагаем, что В окончательно Отредактированный список Должны войти Все новомученики Исповедники Пострадавшие До декларации Митрополита Сергия От 16-29 июля 27-го года Породившие Нежитель И до сего времени Раскол Среди верующих Мы преклоняемся Перед подвигом И страданиями Всех пострадавших И позже Но здесь Должна быть Проявлена Особенная осторожность При уточнении Списка За невнесенных Список Между тем Будет продолжаться Возношение За упокойной Молитвой А Господь Укажет Еще времена И сроки Для пополнения Списков Списки Были составлены Мы осознавали Что там Будут ошибки И были ошибки Они неизбежны Особенно в тех Условиях В которых мы Жили и живем Они пополняются После день Это живое Дело Которое Церковное дело Которое Совершается Можно сказать Ежедневно И Мы в прошлом году То есть Полтора года назад При заседании Со святейшим Приняли Решение Создать Комиссию В которую входят Представители Комиссии По прославлению Здесь в Москве И представители Зарубежной церкви Чтобы Уточнить Списки До сих пор У нас Не только Некоторые Святые Празднуются В разные дни Но Есть Большая Разница В списках Особенно Новомучеников До сих пор Эта комиссия Во всяком случае Или не заседала И во всяком случае Не привлекала Делегатов Из зарубежной церкви Надеемся Что это Все таки Будет сделано Что эта комиссия Будет заседать И мы Придем В какой-то момент К Определению Списков Которые Необходим Для всей Полноты Русской церкви В том же духе В котором Было Совершено Прославление Святых Новомучеников Исповедников В 81 году В ранние 90-е годы Группа студентов Моей партии В Германии Обратилась Ко мне С просьбой Ходательствовать О прославлении Одного мученика Который Пострадал В то же время В 43-м году От рук Гитлеровских Властей Человек Родившийся В Оренбурге Полурусский Полунемец Приднявший Из рук Моего Предшественника Архиепископа Александра Берлинского Святые дары В утро Перед своей казни И Наш Архиерийский Собор Решил Разрешил Это нам Еще в 90-е годы Увы Мы только В прошлом Году В 12-м Году Приступили К прославлению По моему Вене Я долго Не собрался С духом Чтобы написать Службу Потом Она была Написана И Мы В Прошлом Году Прославили Его Это Имело Огромный Отклик Особенно Среди православных Но Среди Инославных Нермании Вот так Продолжается Прославление Новомучеников Спасибо Господи За внимание Спасибо Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует